Это 100 дней выживания в экстремальных условиях. Сегодня мне предстоит выжить в самой холодной точке мира. Такие показатели, как температура, жажда, вес инвентаря и правильное питание будут усложнять выживание в разы. А дикие животные, сильные мобы и даже настоящие бандиты будут делать всё, чтобы моё выживание закончилось. Главная цель покинуть это место. А как я это сделал? Смотрите далее. Итак, первый день. Я добежал до какого-то леса, и пока мне не стало прям сильно холодно, я начал добывать немного ресурсов. Как только я подошёл к дереву, мне написало, что я не могу добыть просто так дерево. И я понял, что уже на данной стадии, насколько тут всё хардкорно. Я начал собирать палочки, чтобы сделать хоть какие-то первостепенные инструменты. О, смотрите, волк, прикольно. Выглядит он страшно, конечно, но вроде бы он добрый. Я нашёл гравий, и давайте добудем кремний для инструментов, потому что первый инструмент имеет вот такой крафт. Также, пока я добываю гравий, расскажу, что тут вообще будет происходить. Мне дают начальных 10 дней развиться. А далее всё станет в несколько раз хардкорнее, и сверху слева цифр тоже об этом будет говорить. Добыв кремний, я крафчу кремниевый топорик, и при помощи него я срубил своё первое дерево. Тут добывать ресурсы намного тяжелее, потому что с целого дерева упало всего 3 бревна. Опа, а это что за птичка? Давайте попробуем её убить. И что же это за птица была? Фазон! Пока я рубил деревья, уже начало потихоньку темнеть. Поэтому я начал искать место, где я пережду ночь. И я нашёл вот такую небольшую пещерку. Думаю, её нам хватит в самый раз. Ребят, тут вот такая ещё функция есть, я заметил. Чтобы добыть обычную доску, надо поставить дерево, обтесать его, добыть его, и положить в крафт вместе с топором. И только таким образом у меня получается одна доска. Очень сложно, но от этого не менее интереснее. Крафтим верстак, и на нём надо скрафтить костёр, но есть проблема. Чтобы поджечь костёр, нужна зажигалка, а для неё нужно железо. Поэтому всю ночь я копал и пытался найти железо. День второй, и сегодня планы были грандиозные. Сначала я вырубил пол леса, чтобы дерева нам хватало надолго, потому что оно ещё нам понадобится для костра. Ну и конечно, пока тепло на улице, я обтёсывал дерево для досок. Крафтим двери и поставим их сразу две, чтобы была, так сказать, герметичность помещения. Прошу в мою землянку, господа. Ночью я, как обычно, начал копаться в шахте, и я наконец-то нашёл железо. Поставил его переплавляться и выглянул на улицу ночью. И просто офигел. Вы посмотрите, насколько красивый этот Млечный Путь. Так, всё, быстрее домой, а то холодно очень стало. Из-за того, что я вышел на улицу ночью, меня начала бить гипотермией. Поэтому я срочно скрафтил себе огнево и поджёг костёр. Также тут надо постоянно поджигать факела. Это тоже усложняет процесс игры. Ночь второго дня потихоньку заканчивалась. Третий день был мрачным и суровым. На улице был большой минус, но я решил обследовать окрестности и нашёл первый дом. Это был дом охотников. Так, давайте посмотрим, что там вообще есть. Ай, в меня они стреляют. У меня очень мало ХП, поэтому надо быстрее зайти домой. Ё-моё, быстрее закрываемся. Поднимаясь всё выше, я замечал, что тут висят какие-то скелеты и так далее. Это было очень страшно, но наверху был сундук, в котором лежало немного тёплой одежды, еды, а также железо. Я не заметил, как пролетело время, и уже был вечер. Поэтому нам надо было в срочном порядке возвращаться домой. Но это было очень тяжело, потому что у меня была утомляемость. Плюс был холод, и вернушись домой, у меня было всего 2 ХП. Вы прикиньте, я чуть не умер сейчас. Я нашёл тёплую одежду, да и поесть теперь у нас есть что. Но в следующий раз надо быть аккуратнее. Ночью я слышал вой волков, а также рычание медведя. Поэтому лучше не забывать всё-таки, куда мы попали. Четвёртый день был собирательным. Я убивал коров, парочку оленей, а также несколько кабанов. И под вечер я уже бежал довольный домой, с кучей мяса и обмороженным лицом. Первое, что я скрафтил из добытой кожи, это сумка для воды. Ведь поддерживать воду в организме надо. А при помощи этой бутылки сделать это было намного проще. Также, ребят, мне выпала голова кабана. И теперь это будет нашим трофеем дома. Повесим вот сюда. День пять. Крафтим железную кирку и идём добывать ископаемые. Ведь сделать меч или броню всегда необходимо. Особенно, когда играешь на хардкоре. Добывая железо, на меня напал зомби. Но он был необычный. Чего? Каким образом он на попугае? Его ещё и бить нельзя почему-то. Ладно, давайте быстрее закроем шахту. Нам там почему-то не рады пока что. На шестой день я понял, что мне очень скучно просто сидеть ночью. Поэтому я решил добыть шерсти для кровати. Также, пока не стемнело, на шестой день я побежал добывать дерево. Потому что оно у нас потихоньку начало заканчиваться. Седьмой день. И я понял, что не хочу жить в пещере. И хочу себе адекватный дом. Поэтому я решил начинать делать очертания своего первого дома. Вот пока что такой прямоугольник получается. Дальше дерево строить пока что нет. Но нам надо торопиться, потому что скоро десятый день. А там уже будет не до шуток. Также ночью я посадил больше деревьев возле нашего дома, чтобы не бегать далеко в лес. На утро восьмого дня я делал обычные для нас действия. Рубил, строил и так далее. В общем, подготавливался к десятому дню. Также этот день стал значимым для меня. Так как было очень солнечно, я побежал смотреть рядом окрестностей, пока их хорошо было видно. И пробежав не так много, я увидел какой-то дом. Выглядел он очень красиво. Мне немного страшно тут находиться, конечно. Потому что мне кажется, это дом какого-то лесника. А вдруг он сейчас придет и убьет меня? Опа, записочка. 16 января. Сегодня я переехал в собственный дом. Да, конечно, далеко от цивилизации. Но зато никто не мешает. Со мной есть верный друг Бобик. И мне явно тут не будет страшно. Нифига себе, тут живет какой-то лесник, да еще и с собакой. Надо быстрее все облудать и убегать отсюда. Внутри дома я нашел немного мяса, плащ из шкуры медведя и самое главное, скример. Господи, что это такое? Фу, я чуть не умер сейчас. И пока я лутал сундук, я услышал звук выстрела. Так, мне кажется, он скоро придет, быстрее валим отсюда. О, пистолет, давайте заберем и быстрее уходим отсюда как можно скорее. Все, 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 валим, валим. Конечно, он может быть и был добрый, но рисковать лучше не стоит. Теперь у меня есть пистолет и 8 патронов. Это мне очень сильно поможет в дальнейшем. Под конец восьмого дня я уже подбегал домой. Утром девятого дня меня ждал сюрприз. Я, как обычно, занимался своими делами, делал доски, разбирал вещи, но когда я вышел на улицу, такого я не ожидал. Ё-моё, на меня напал медведь, какой он огромный, он еще, ай, бьет сильно. Как же хорошо, что у меня есть с собой пистолет. С этим медведем мы справились, но сколько еще нас ожидает дальше? Под вечер девятого дня я застроил наш дом и понял, что лучше всего тут сделать ферму. Поэтому я начал очищать все от снега. И перед ночью я решил спуститься вниз, чтобы добыть немного железа на мотыгу. И увидел скелета. А рядом была записка, в которой рассказывалась история этого зомби на попугае. А я думал, что это было просто совпадение. Возможно, внутри пещеры есть какие-то поселения. И, возможно, мы их когда-нибудь найдем. Подбираем его скелет и давайте положим его вот тут. Все, давай, тут отдыхай, загорай и вообще, наслаждайся жизнью. Вот и наступил десятый день. На улице уже был буран и вечный снегопад. Также теперь на улице стало в четыре раза холоднее. Давайте попробуем выйти и... Да, на улице просто кошмар. Не знаю, как мы вообще будем тут что-то исследовать. И... Ё-моё, пол хп, пол хп осталось быстрее домой. Я сейчас чуть не умер. Пока я не горю желанием вообще выходить из дома. Сразу осмотрев все сундуки, я нашел кожу и скрафтил себе кожаные штаны. Надеюсь, они хоть как-то меня согреют. Одиннадцатый день прошел полностью под земулёй. Я начал выкапывать комнату под склад. Да и вообще расширять нашу базу. Вот такая комнатка у меня получилась. Под сундуки и так далее. Также хочу прокопаться до нашей будки из дерева и сделать там ферму. Думаю, жить пока будем под землёй. Хочу, кстати, также сделать небольшой вход из булыжника, чтобы не засыпало полностью снегом. На утро двенадцатого дня я понял, что мы сейчас в критическом положении. Чтобы топить костёр, нужно дерево. А дерево у меня уже практически кончилось. Поэтому нам надо решать вопросы с деревом. Я начал копать территорию, где буду сажать деревья и выращивать их внутри. А землю мы соберём с первого нашего этажа. Её тут на самом деле полно. Тринадцатый день. Ставим землю и высаживаем наши шишки. Надеюсь, они тут вырастут. Так, растите. Большие, маленькие. Любые, растите. Мне дерево нужно. Также хочу вам показать туннель до нашей будущей фермы. Думаю, получается очень атмосферно. Этот туннель я копал весь четырнадцатый день. А под конец четырнадцатого дня я наконец-то докопался до нашей будки. Посадил картошку и морковь и собрал свой первый урожай. Пятнадцатый день я назову биологическим. Потому что я заметил, что наши деревья пропали. И я не понимал, что именно им не хватает. И я начал экспериментировать. Первое, что я добавил, намного больше искусственного света. Но результата это не принесло. Второе предположение, что это всё было из-за нехватки воды. Разлив воду возле деревьев, я также не получил результата. Ну и крайняя догадка была, что не хватало просто естественного света. Поэтому я прокопал в центре комнаты вверх трубу и заделал сверху стеклом. И да, это оказалось рабочей стратегией. И теперь у нас есть чем топить костёр. Ребят, это заработало. Я провозился весь день, но мои деревья растут. Что же происходило в это время наверху? Вот так изменился мир, как наступил десятый день. И мне почему-то кажется, что у снега нет предела. И я боюсь, что весь мир засыпет очень сильно снегом. На шестнадцатый день я понял, что моё питание крайне плохое. И мне нужно очень много сахара и углеводов. Поэтому я взял с собой кости, сделал костную муку и начал добывать хоть немного семян. Потом я их посадил на ферму и получил пшеницу. Семнадцатый день прошёл слишком скучно. Я расширял территорию для наших деревьев, потому что им не было куда расти. Вот так я считаю лучше. Теперь им и места много, и камня у меня дофига. На восемнадцатый день меня немного взбесило, что я только и сижу дома. Поэтому я подготовился и побежал посмотреть, что вообще ещё есть рядом. Но оказалось не всё так просто. Ребят, ничего не видно, но похоже там какая-то вышка. Давайте сходим и посмотрим, что в ней. Тут какие-то монстры. Фух, я думал он меня убьёт. Это, я так понял, какая-то разрушенная вышка. Давайте быстрее заберёмся, а то мне очень холодно. Первое, что я решил тут сделать, это всё закрыть. Потому что я нереально замёрз. Второе, это я залутал все сундуки. И я нашёл тут кучу всего полезного. От новой одежды до фонарика. Посмотрите, насколько крутой фонарик. Он реально светит на расстоянии. Также я нашёл карту города. Открыв её, я офигел. Тут реально есть целый город. И нам обязательно надо в него пойти. Но уже наступила ночь, и поэтому я принял решение остаться тут переночевать. Ночью, пока я спал, я услышал звук вертолёта. И резко проснулся. Я увидел в воздухе, как вертолёт прилетал мимо меня. И я решил фонариком подать сигнал спасения. Но он меня не увидел. Да ё-моё, почему он меня не увидел? Да тут ещё и монстры. Как меня всё бесит. Ладно, надо переночевать и уже понимать, куда и что нам идти. На утро 19 дня я побежал домой, отбиваясь при этом от мобов. Бежал я через лес, небольшую речку, но всё-таки я смог найти свой дом. Первым делом я, конечно, собрал весь урожай. Ребят, я тут подумал, что нам надо идти в этот самый город. Не зря же я целую карту нашёл. Единственное, нам надо как-то получше подготовиться. Крафтим тёплую шапку для полного нашего зимнего комплекта. Не забываем взять с собой фляги, конечно же, аптечки и еду. Ребят, я подготовился и думаю, на следующий день уже побегу в этот город. Пожелайте мне удачи. 20 день. Я выдвинулся к этому городу. Из-за полного боевого комплекта не так уж было и холодно на улице. Что это за шутки? Почему в этом выживании все мобы на попугаях? Откуда вообще в зиме попугая, я не понимаю. Пробежав достаточно большое расстояние, я нашёл оленя и я смог сесть на него. Вау, вы посмотрите, я могу управлять оленем. Это очень прикольно. Бежал я на нём до самого вечера и я увидел какой-то домик и решил в нём переночевать. Дом когда-то был жилым, а сейчас это просто развалюха. Но нам надо где-то переночевать, поэтому ищем кровать. Забравшись на третий этаж, я лёг спать. Утром 21 дня я также бежал на олене до города. И наконец-то я добежал, и это был действительно целый город. В нём было несколько улиц, гаражей и даже магазинчиков. Я был аккуратен и старался безопасно пройтись по этому городу. И зашёл в первый открытый подъезд. Вау, вы посмотрите, тут действительно когда-то кипела жизнь. Но что-то похоже произошло и все уехали отсюда. Очень атмосферно выглядит. Уже вечерело и поэтому я решил остаться в этом доме переночевать. Утро 22 дня я решил продолжить разведку города в поисках нового лута. С окна я заметил маленький магазинчик и захотел туда сбегать. Какой-то он слишком маленький, но в тесноте да не в обиде. Так, что тут у нас есть? Еда, зажигалка, неплохо. Вообще я бы хотел обойти каждый тут. Ай, что это было? В меня кто-то стреляет. Ё-моё, бежим скорее в соседний дом, срочно. И тут я понял, что я не один в этом городе. Пока я не понимал кто и зачем в меня стрелял, но я понимал, что мне тут не рады. Поэтому надо было себя вести аккуратнее. Ночь 22 дня я не нашел никакого места для сна, поэтому я спал в пустой квартире. 23 день. Я хотел разобраться, кто же в меня стрелял и зачем. И когда я выглянул в окно, я увидел, как двое бандитов бежали с автоматами в какую-то сторону. И я всё понял. В этом городе есть база бандитов, которые захватили данный город. И мне надо быть очень аккуратным с ними. Я забрался на самый верх, и там были ящики, в которых я нашёл бинокль. И я стал осматривать территорию и нашёл их базу. Забежав в один из домов, я услышал звуки ходьбы. И я понял, что это кто-то из бандитов. Я аккуратно поднялся вверх, и тут он меня заметил. У него автомат, у него автомат. Фу, я смог его убить. Теперь у меня есть крутой автомат. Жаль, патронов не очень много. Под конец 23 дня я наблюдал за базой бандитов. И я почитал, что их около 4 или 5. Но некоторые уходят охотиться. Поэтому на базе около 2-3 человек на постоянке. Ну и благодаря этому хабару мы набрали себе оружие, брони, еды. Ограбили пару домов и теперь отлично живём. Возможно, я смогу тихо пробраться на их базу и залутать всё нужное себе. Но надо это делать очень аккуратно. 24 день. Когда я перебрался в один из домов, я нашёл раненого жителя. И с ним можно было поговорить. Он просил принести ему еды и лекарства. И тогда он даст мне то, что спасёт мою жизнь. Я незамедлительно согласился и побежал лутать магазины подальше от бандитов. Но всё уже было залутано. И я понял, что единственный шанс это ограбить их базу. Я думаю, что ночью я попробую залутать их базу. Потому что они будут уставшими. А также внимательность ночью понижается. Поэтому самый раз это идти ночью. Ночью 24 дня я решился и отправился на базу бандитов. Осторожно зайдя внутрь, я увидел, как двое уже спят. А один стоит на стороже. Поэтому я зашёл через запасной вход и начал потихоньку лутать их запасы. Но случилось то, чего я не ожидал. Один из ящиков издал звук, который разбудил всех охотников. Ё-моё, валим, валим, валим. Один есть. Ай, мало хп. А птичку, аптичку, быстрее узнаем. Так, у меня есть один вариант, смотрите. В этот момент я выстреливал базука прям по центру базы. И все бандиты разбежались из-за паники. И я смог скрыться. Это было круто, но теперь надо вспомнить, где же лежит тот самый житель. Только сначала я думаю поспать. На утро 25 дня я нашёл этого жителя. И он мне дал книжку с координатами. И больше ничего не сказал. Я решил, что надо уходить с этого города. И теперь был путь в две стороны. Дом или координаты. И пока я не доверял координатам, я побежал домой. На 27 день я был уже дома. Только был один минус. Я не понимал, где дом. Из-за обильного снега всё поднялось на несколько уровней. И теперь наш дом был под большим количеством снега. И мне пришлось просто раскапывать территорию. И только на утро 28 дня я смог найти дом. Офигеть, вы посмотрите, насколько сильно засыпало снегом. Надеюсь, это когда-нибудь закончится. 29 день я собирал урожай. Сортировал предметы в сундуках. И приукрасил наш склад. Жить в камне это не очень интересно. А вот так хоть немного получше. 30 день. Сегодня снег прекратил падать. На улице стало намного холоднее. Но самое главное, что на улице начали спавниться новые мобы. Которые были очень сильными. Я тут смотрю на координаты. И думаю, что там может быть. Возможно, там граница. Или дорога в большой город. А возможно, там снегоход. Не знаю. Но они очень далеко находятся. И я думаю, что раз уж дали нам эти координаты. Надо по ним всё-таки проехаться. 30 день я основательно подготавливался к походу. Ведь путь будет очень долгим. Ложимся спать. И набираемся сил. 31 день я выдвинулся по тем координатам. Бежал я опять на олени. И иногда отстреливался от новых мобов. Пробегал просто равнина снега. Где вообще ничего не было. 32 и 33 день я бежал по очень густому лесу. Но на 34 я добежал до какой-то маленькой железной палки. И я понял, что то, что находится на координатах, находится под снегом. И я начал всё выкапывать. Используя 3 железных лопаты, я раскопал это здание. И оказался, это ангар. Вау, ребят, вы посмотрите. Тут есть самолёт. Только он, видимо, сломанный. И я понял, про что он говорил. Самолёт, это и есть моё спасение. 35 день для меня стал тяжёлым. Я искал в куче снега запчасти от самолёта. Столько снега я ещё никогда не чистил. Оп. А это, похоже, колесо. Оно нам явно пригодится. 36 день я нашёл двигатель и один винт. Надеюсь, я скоро улечу из этого ужасного и холодного места. 37 день я сделал небольшой домик. Потому что было очень холодно. А целый ангар невозможно было прогреть. Из-за размеров. Вот такой маленький дом я сделал. Да, по сравнению со старым это не очень. Но всё-таки хоть что-то. 38 день я нашёл рецепт рабочей панели. Но для неё надо было немного редстоуна, лазурита, а также трёх алмазов. Поэтому на 39 и 40 день я ушёл полностью в пещеру добывать ресурсы. Вот такие ресурсы я добыл. Пошлите крафтить панель. С крафтив панель я сажусь в самолёт. И понимаю, что топлива нету. И теперь встал вопрос. А где мне посреди зимы найти топливо? Как по мне, есть только два варианта. Первое, это найти заправку и надеяться, что её не ограбили. Или второе, это найти лесника, который поможет мне с добычей топлива. Реальнее всего вариант с заправкой, поэтому на 41 день я побежал на поиски заправки. Я на самом деле не думал, что вообще её найду, потому что 42, 43 и даже 44 день я пробыл в поисках заправки. Но чудом я увидел за горой вывеску. Ребят, я не знаю, сколько времени я просто бежал вперёд. Но если там не будет бензина, я просто разорву все томаты в мире. Так что, держитесь. Подбегая к заправке, я увидел, что она не разграблена. И сначала облутал саму заправку, магазинчик и так далее. А потом подошёл с канистры, и действительно, я смог налить 4 канистры топлива. Теперь осталось самое сложное, дойти до самолёта. Ведь чем больше вещей в моём инвентаре, тем тяжелее мне идти. Не буду томить, я пришёл к самолёту на 46 день. Я попробовал его завести. И да, у меня это получилось. Так, ну что, это наш шанс. Я целый день расчищал эту территорию, и надеюсь, нам хватит. Немного волнуюсь, но поехали. Ну и как вы могли догадаться, я никогда не пользовался самолётом. И, конечно, не смог взлететь. Ребят, не думайте, что я плохо вожу. Просто тут, наверное, мало пространства. Было поздно, и я пошёл спать. Ведь в ночь я точно бы не полетел. 48 день я сделал себе супер длинную полосу. И думаю, сейчас я смогу. И так, полетели, полетели, полетели. Да, я смог оторваться. Это очень крутые ощущения. Только один вопрос. А куда лететь-то? Ну, ладно, пока будем лететь вперёд. 49 день я летел и осматривал территорию. Было очень красиво, ведь снега больше не было. Я давно не видел такие насыщенные пейзажи, что засмотрелся и нажал нечаянно не на ту кнопку. И самолёт начал резко снижать высоту. 50 день. Я думал, что моё выживание закончилось. Но я очнулся с невероятным желанием попить. Но осмотревшись вокруг, был один песок.